Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала ОТВ. В прямом эфире программа «Время новостей. Итоги дня» в студии Яна Турмина и Иван Уткин. И вот о чем мы и наши коллеги готовы рассказать вам в ближайшие полчаса. В Челябинске приземлились легендарные стрижи, они устроят для горожан авиашоу. Где и когда пройдет праздник, расскажу вам я, Владислав Чухров. Не хотите, не хотите, не хотите, людей все любите. История чудесного спасения. Из-под завалов разрушенного дома волонтеры достали шесть щенков. Как сейчас себя чувствуют животные, расскажу я, Маргарита Хижняк. В поселке Роза открыли воркаут-площадку. Кто провел показательный мастер-класс для будущих чемпионов, расскажу я, Денис Киселев. Стрижи прилетели. Легендарная группа истребителей показала фигуры высшего пилотажа в небе на Челябинском. Молот, звезду, стрелу и крыло. Кроме этих летчиков, выполнять такие элементы не может никто в мире. Но это еще не авиашоу. Группа высшего пилотажа прилетела в город, чтобы выступить на авиационном празднике. Что покажут известные российские летчики горожанам. И когда пройдет шоу, знает Владислав Чухров. В небе над Челябинском пилотажная группа Стрижи. В составе шести самолетов они приземляются на аэродром Шагол. После посадки пилоты осматривают самолеты, закрывают кабины и приветствуют челябинских коллег по цеху. В Челябинск Стрижи прилетели, чтобы показать горожанам авиашоу. Но вообще самолеты боеспособны и могут прямо сейчас принимать участие даже в боевых действиях. Самолеты МиГ-29. Истребители четвертого поколения. На них российские летчики. Высший пилотаж недавно показывали в Чебоксарах и Магнитогорске. Известны они и за рубежом. Теперь свои навыки пилоты продемонстрируют над небом Челябинска. Показывать будем вылет. Будет у нас шестерка из состава шести самолетов. Покажем программу, которую выполняют сейчас Стрижи, которую вы демонстрировали на МАКС буквально на прошлой неделе. Ну и у нас одиночный еще будет, одиночный пилотаж. То есть покажем все, на что способен наш самолет. Самолеты способны на многое. На этих МиГах пилоты Стрижи выполняют пирамиду, молот, звезду. Увидеть известные российские истребители в деле челябинцы смогут 14 сентября. Кроме того, зрители увидят самолеты, которые базируются на нашем аэродроме. Можно их будет посмотреть, посидеть в кабине самолета, пощупать, ощутить близость к авиации. Будет организована большая концертная программа, посвященная Дню образования города. Также будут работать торговые точки. Авиационный праздник пройдет на аэродроме Шагол. Начнется он в 11 часов дня по местному времени. Владислав Чухров, Борис Абрамов, ОТВ. Первое назначение в команде нового губернатора в структуру правительства. Возвращена должность министра промышленности. И впервые на Южном Урале выбрали его по конкурсу в три этапа. Имя победителя известно многим. Новый министр уже работал и на этой должности, и на других при прежних губернаторах. Ни у кого не вызвало сомнений. Это единогласное было решение. Павел Анатольевич Рыжев рекомендовать на эту позицию. Хотите знать о моих впечатлениях, то совершенно очевидно, что как чиновник он более подготовлен был, чем остальные. Хотя еще раз подчеркнуто, он были очень достойные люди с хорошим производственным опытом. Современный управленец – это человек, который умеет быстро собирать необходимую информацию, умеет и может проявлять лидерские качества. Было несколько кандидатур, вот 5-6 человек я отметил для себя, которым поставил хорошие оценки, выше чем удовлетворительно. Как видите, по количеству это немного. И единственный из кандидатов, которым я поставил отличную оценку, это Павел Анатольевич Рыжий. Алексей Леонидович Текслер говорит нам, что сегодня важны не звания должности и отношения к тем или иным группам влияния, а в первую очередь профессиональные качества, нацеленность и понимание результата и самое главное – ценности. Отметим возрождение Министерства промышленности на Южном Урале инициатива Алексея Текслера. Несколько лет назад эта структура была ликвидирована, и полномочия Минпрома перешли к Министерству экономического развития региона. Отсутствие структуры не пошло на пользу индустрии, в промышленности отметился спад. Теперь перед возрожденным ведомством Алексей Текслер поставил следующие задачи – создание новых предприятий в моногородах, загрузка оборонных предприятий гражданскими заказами, развитие кооперационных цепочек, в том числе с участием крупного, среднего и малого бизнеса, взаимодействия промышленности с региональной наукой и системой профессионального образования. Все ради безопасности людей. На Южном Урале могут запретить движение больших грузов. Внутри городов об этом заявил Алексей Текслер на областном совещании по вопросам передвижения грузовых автомобилей. В первую очередь это касается фур, которые в Челябинской области проездом за основу будет взять опыт других регионов. Решить вопрос по транзиту, чтобы транзитный транспорт точно по улицам наших городов и не только Челябинска не выходил. Там, естественно, где такая возможность существует. Далее это ограничение по времени, нахождение больших грузов на улицах наших городов. Такой опыт тоже есть. Добавим решат вопросы со строительной техникой, которая во время подвоза стройматериалов разбивает зачастую только что отремонтированный асфальт. Напомним, большегрузами занялись всерьез после резонансного ДТП. Летом на съезде с моста в Ленинский район Челябинска на улице Дзержинского у автокрана отказали тормоза, и он врезался в маршрутный паз, который зацепил еще два таких же автобуса. В ДТП погиб один пешеход и пострадали семь пассажиров. После аварии правоохранительные органы и другие ведомства провели масштабные проверки технического состояния большегрузов. Нарушений была масса. Тогда по поручению Алексея Тепслера, тяжеловесному, крупногабаритному транспорту запретили въезд в столицу Южного Урала в дневное время. И к другим темам. В челябинских школах, детсадах и больницах включат отопление. Чтобы пришло тепло, подайте на необходимую заявку. Каждое учреждение делает это самостоятельно. По объектам социальной сферы уже всем даны команды, что там, где есть необходимость, по детским садам, по школам, по больницам, чтобы обращались с заявлением теплооснабжающей организации и проводили подключение. Наталья Котова добавила, что подготовка к отопительному сезону идет по графику. Документы на готовность 700 объектов уже отдали для проверки. При этом из-за подготовки к отопительному сезону без горячей воды остаются дома в северной части металлургического района города. На ремонт сетей направили 150 миллионов рублей. Нам нужно выполнить эти ремонтные работы по одной простой причине, что северная зона, вы знаете, что случается именно в отопительный сезон, периодически какие-то аварии. Поэтому просьба жителям потерпеть. Лучше мы сейчас это сделаем, чем мы зимой будем опять проводить эти ремонтные работы. Паспорт готовности к новому отопительному сезону Челябинск должен получить до 15 ноября. При этом тепло в дома горожан может начать поступать уже в конце сентября. Отопление в многоэтажках включают, когда устанавливается средняя температура ниже 8 градусов. Как долго она должна продержаться и как именно высчитывают среднее арифметическое, расскажу прямо сейчас. Итак, первые условия для подачи кипятка в батарее. Среднесуточная температура должна продержаться на отметке не выше 8 градусов на протяжении пяти суток. Это связано не только с комфортом в квартирах, но и предотвращает вероятность промерзания систем и неотапливаемых помещений. Определяют среднесуточную температуру так. Складывают дневные и ночные температуры и делят пополам. Например, сегодня ночью по прогнозу 6 градусов, днем 18. Складываем, делим пополам. Среднесуточная температура 12 градусов и пока включать отопление рано. Второе необходимое условие – подтверждение синоптиков. Похолодание может оказаться кратковременным. И тогда преждевременное включение может возмутить жильцов. Ведь в квартирах будет душно и платить за отопление придется больше. В Челябинске обычно тепло начинает поступать в дома в конце сентября – начале октября. Но есть территории, которые начинают отопительный сезон раньше прочих. Традиционно в числе таких – Кусинский район. Там полностью подключены жилой фонд и соцучреждения с 3 сентября. Тогда же начали подключение к теплу школы детских садов в Усть-Катаве. С 4 сентября отопление получили жители и соцучреждения Катав-Ивановска. А с 5-го – Трехгорного. Также уже стартовали подключение отдельных детских садов в Челябинске, Верхнем Уфале, Аргаяшском и других районах. Спасибо, Иван, за подробную информацию. А мы продолжаем. Операция спасения. В Челябинске из-под завалов разрушенного дома чудом удалось достать 6 новорожденных щенков. Ветхоаварийное строение уже начали сносить, как местные услышали собачий писк. Малыши провели под обломками почти неделю. Как их вызволяли из бетонной ловушки и кто взял себе одного из щенков? В репортаже Маргарита Хижняк. Вот сюда, а я здесь. Вручную поднимают стены, разбирают завалы, ползком пробираются в подпол. Волонтеры и зоозащитники, не жаляя силы времени, спасают новорожденных щенков. Шесть пушистых малышей оказались в смертельной ловушке. Ветхоаварийный дом на улице Павелецкой металлургического района начали сносить. Техника успела разрушить стены и перекрытие, но местные жители услышали жалобный писк. Под обломками оказались щенята. Их мама успела выбежать, испугавшись шума. Собаку отправили в приют. Он боится нас. Пятерых скулящих щенят достают почти сразу. А вот шестого вызволить оказалось сложнее. Он спрятался глубоко под завалами и поиски затянулись. Когда добровольцы поняли, что не справляются, и счет уже идет на минуты, за помощью обращаются к депутату Государственной думы Владимиру Бурматову. Мы направили волонтерский отряд на протяжении нескольких дней. В общей сложности больше недели ушло на то, чтобы разгрести эти завалы. Разбирали вручную, потому что технику туда нельзя было пускать. Там погибли бы все животные, однозначно, если бы туда тяжелая техника зашла. Поиски удалось ускорить. И на пятый день щенка наконец находят. Несмотря на обезвоживание и голодание, четвероногий выглядит здоровым, но немного напуганным. Его тут же отправляют в приют для бездомных животных. Там его уже ждет семья. Два щенка за это время уже нашли хозяев. Одного выжившего малыша взял себе глава металлургического района Сергей Кочетков. Подарок для сына. Это его первая собака. Также Владимир Бурматов привез в приют, где находятся остальные выжившие, запас корма. А всем, кто принимал участие в спасательной операции «Щенят», вручает благодарность Государственной Думы. Маргарита Хижняк, ОТВ. Подарили корм для животных и молодоженам из Кыштыма. Такой подарок на свадьбу преподнесли вместо праздничных букетов. И гости вручили паре 63 килограмма корма для животных. Правда, о таком подарке местные жители Игоря и Ксения попросили сами. Супруги часто помогают местным волонтерам. Привозят корм и опилки для животных, которые живут в Кыштымском приюте. Ксения видела чеки о ветеринарной помощи и оплате операций для бездомных животных. Пришла к выводу, что питомник явно нуждается в помощи. Поэтому при раздаче пригласительных на свадьбу молодожены решили удивить гостей. Я предложила своему мужу сделать такую маленькую акцию. Заменить цветы на нашей свадьбе на корм. То есть мы при раздаче пригласительных прямо говорили гостям, чтобы они нам приносили заместо цветов в корм. Ксения говорит, что теперь приют сможет меньше тратить на покупку корма и вместо этого вылечить еще больше животных. На свадьбе молодожены ожидали увидеть хотя бы 10 килограммов еды для четвероногих, но удивили гостя. Суммарно собрали 63 килограмма. Его передали фонду, который был рад неожиданной помощи. А жителям Розы подарили новую воркаут-площадку. На торжественное открытие приехали спортсмены из Челябинска и провели мастер-класс для местных. За выступлением турникменов наблюдал Денис Киселев. Алексей Самойленко 4 года занимается воркаутом. Уже становился призером областных соревнований. Сегодня выступает со своей командой в поселке Роза с показательной программой на новой воркаут-площадке. Такие площадки ставятся не только в Челябинске, а еще и в таких поселках, как Роза, в городе Коркино. Я знаю, не одна такая площадка имеется. Мне кажется, здесь и подготовится не один чемпион. В поселке уже есть свои подрастающие чемпионы. Некоторые еще не закончили школу, но уже выступали на первенствах области. И завоевывали призовые места. А новая площадка станет стимулом к еще большему развитию этого вида спорта. Я очень надеюсь, что открытие таких воркаут-площадок в Коркинском районе как раз приведет к тому, что мы и секцию откроем, и тренеры у нас будут, и что это направление очень сильно будет развиваться. Оно очень перспективное, оно очень привлекает молодежь. Воркаут-площадка в Розе стала четвертой, которую русская медная компания открывает в Коркинском районе. Компания реализовала аналогичные проекты и в других городах региона. В Карабашеке, Штыме, поселке Межозерном. Плюс шесть воркаут-площадок открыто в областном центре, Челябинске. Мы активно мониторим, чем интересуется молодежь. Сейчас большую популярность набирают уличные виды спорта, в частности воркаут. Воркаут подкупает своей независимостью от достатка пола, от возраста. На торжественном открытии воркаут-парка челябинские спортсмены провели конкурс для жителей поселка. Мужчины выявлялись сильнейшего в отжиманиях от пола, а девушки в приседаниях. Денис Киселев, Андрей Федотов, ОТВ. Через минуту, сразу после рекламы, смотрите в нашем выпуске. Из психоневрологической больницы сбежали два пациента. Стоит ли бояться, расскажу я Елизавета Болдырева в рубрике «Приешествия» на ОТВ. Юниорская сборная России по водному полу завоевала серебро первенства Европы, а трактор проиграл во Владивостоке адмиралу. Подробности расскажу я Ульяна Любимова в обзоре спортивных событий. Решился и подал заявку на ипотеку. Моя семья достойна лучшего. Да-да-да! Как же здорово иметь собственное жилье! Ипотека легче, чем кажется! С 26 августа по 30 ноября 2019 года в Челентбанке акция. Ипотека по сниженным ставкам и без страховок. Реклама по Челентбанке. Российский режиссер Клим Шипенко встретился с челябинскими рабочими трубопрокатного завода, а также студентами, будущими белыми металлургами. Для них организовали показ фильма «Салют-7». Три года я изучал космические технологии. Это очень похоже на трубопрокатный завод. Режиссер отмечает, что и металлурги, и космонавты – патриотические профессии. Так что сотрудники ЧТПЗ должны оценить картину. Фильм о спасении космической станции советскими космонавтами вышел в кинотеатрах два года назад. Для тех, кто еще посмотреть не успел, на трубопрокатном заводе устроили закрытый показ и встречу с режиссером. В столицу Южного Урала Клим Шипенко приехал в качестве гостя кинофестиваля «Причувствие», который проходит в эти дни. В конкурсной программе – фильмы молодых режиссеров о новых технологиях и с использованием современных технологий. Для Шипенко тема близка. В октябре состоится премьера его нового фильма «Текст». «Телефон – это и есть ты». «Две собачки за грамм. Качество, как у из каплера». «Тот, кто получит твой телефон, станет тобой». «Текст в том плане реализационный, что, во-первых, концепция, во-вторых, что актеры снимали сами себя на мобильные телефоны, и это то, что мы видим на экране. Ну не весь фильм, но часть фильма. То есть актеры являлись непосредственными, помимо того, что они на экране, они еще и сами себя снимали во многих сценах. Что тоже я не часто вижу в кино. Поэтому это такая технология, которая сейчас позволяет это делать. То есть новый поиск новых форм кино». Добавлю на широкий экран. «Текст выйдет 17 октября». В Челябинске состоялся финальный гала-концерт «Песня города-2019». Лучшие исполнители выступили на Кировке на празднование Дня города. Компетентная жюри определила победителей, а приз зрительских симпатий получил победитель интернет-голосованием. Песня «Песня города» проходит в Челябинске уже 11-й раз. Больше 90 южноуральцев отправили заявки на конкурс в этом году, но только 23 участника вышли в финал и получили возможность продемонстрировать свои таланты широкой публике и выступить на заключительном концерте в День города. «Количество участников растет из года в год. Появляются новые участники не только из города Челябинска, но и также из Челябинской области. Люди поют песни не только про Челябинск, но и про Куштым, и про свой любимый край. Поэтому мы всегда с удовольствием принимаем, приглашаем». Приз зрительских симпатий завоевал исполнитель Евгений Александров с песней «За близких». «Мы подготовили специальный приз для победителя конкурса. Это синтезатор, чтобы человек продолжал развиваться, чтобы его творчество продолжало нас радовать». Победителя конкурса и обладателя гран-при определила компетентная жюри под председательством солиста ансамбля «Ариэль», заслуженного артиста России Бориса Каплуна. Ими стали группа «Такси домой». «Быть блогером или пожарным» определились челябинские первоклассники. Для них в парке Гагарина устроили парад профессии и открыли галерею с их портретами. «О каком будущем мечтают маленькие школьники, знает Владислав Чухров». «О! Так, давай примеряем. Оп! О! Держи!» «Форма готова, клюшка в руках. Маленький Айдар Боязитов уже рвется на лед. Хоть на коньках он стоять еще не умеет, но про хоккей знает почти все. «Там надо постоянно играть, выигрывать кубки, медали получать и станешь знаменитостью». А семилетняя Алена Алферова мечтает лечить зубы, о профессии знает мало, но уже хочет поступить в медицинский. «Я хочу всем лечить зубы, чтобы ни у кого не болели они». Фото Алены украшает галерею под открытым небом традиционно. Она является частью масштабного социального проекта «Парад первоклассников». Здесь портреты 13 тысяч школьников. Размер аллеи, как длина 15 футбольных полей. В этом году проекту, как и первоклассникам, исполнилось 7 лет. Ее делали волонтеры, родители, учителя вместе с компанией «Интерсвязь». «Это такой отличный праздник, праздник профориентации, праздник, который позволяет школьникам, будущим школьникам найти себя, сделать какую-то заметку для того, чтобы выбрать дальнейший путь в жизни». А выбрать есть из чего. Здесь представлены почти 50 профессий. Можно попробовать в роли полицейского, журналиста, банкира или водителя. «Я думаю, это для первоклассников, наверное, особенно актуально. Нам очень самим интересно посмотреть, что здесь происходит, потому что мы не видим профессии пожарных. Кассаторскую мы машину заметили. Было любопытно». Парад первоклассников – ежегодный праздник для школьников. В начале сентября его принимают у себя в девяти городах Челябинской и Сверловской областей. «Посмотрите, какое количество детвора около пожарной машины. Посмотрите, сколько детей находится, например, около профессии сантехник. Безусловно, они развлекательные, но в этих развлекательных моментах ребята и могут принять главное в жизни решение, куда они хотят повернуть». В этом году популярными стали профессии врачей и пожарных, а в прошлом первоклассники хотели быть политиками и блогерами. Владислав Чухров, Леонид Клеменчук, Артем Большаков. ОТВ. Юных южноуральских спортсменов поздравили с началом крупного турнира «Звезды отечественного футбола». А во главе региона, глава региона Алексею Текстеру подарили форму его любимой команды. Егор Хвисюк расскажет в подробностях, как прошло открытие одного из крупнейших в регионе детских футбольных турниров. «Желаю всем вам хорошо провести время и получить массу положительных эмоций». «Уверен, вам все понравится. Хорошего фестиваля, друзья. Удачи вам, побед и позитивов». С экрана проектора собравшихся на стадионе спортсменов и их родителей приветствуют главный тренер и ведущие игроки сборной России. Затем уже вживую с началом турнира поздравляют легенды отечественного футбола. Алексей Смертин, Александр Панов, Дмитрий Хлистов. А также обладатель награды лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев. «Мы все прекрасно понимаем, что здесь, на этом футбольном поле, результат не настолько важен, насколько важны эмоции. Потому что дети этими эмоциями живут на протяжении года, дожидаясь следующего розыгрыша, дожидаясь следующего турнира. Поэтому вот, мне кажется, самая основная эквентэссенция этого мероприятия. Спасибо всем. Здоровья, удачи». Звезды отечественного футбола на стадионе «Локомотив» в Челябинске дают старт новому сезону Кубка «Новотек». Компания проводит его восьмой год подряд. Главный приз турнира – возведение на территории школы победителя современного поля по мини-футболу с искусственным покрытием. «Этот турнир стал действительно значимым и важным для всей Челябинской области. Построено 30 площадок. Это значит, что еще больше детей будет играть в футбол». Участие в открытии принимает и глава региона Алексей Текслер. Из рук Евгения Лофтьева он получает футболку команды «Спартак» со своей фамилией на спине и приветствует спортсменов. «Они сегодня будут биться за лучшие призовые места, но на самом деле они уже являются победителями. Мы это с вами прекрасно понимаем, пожелаем им удачи. Для многих из них это шаг, шаг навстречу большому футболу». Восьмой сезон Кубка «Новотек» стартовал, а это значит, что впереди захватывающие матчи, яркие победы и новые чемпионы. Егор Хвисюк, Виталий Пастухов, Евгений Чекалов, ОТВ. Памятник многострадальной казачки установили в Чебаркульском районе. На его открытии в деревне Попова гостей из Нагайбакского района и республики Татарстан встретили хлебом с солью и провели дорогой Нагайбаков. Конная повозка с женщинами в национальных костюмах подъезжает на площадь перед Домом культуры. Именно там установили памятник на Гайбачке. Его автором стала Евгения Федорова, студентка Санкт-Петербургского института живописи, архитектуры и скульптуры. Я очень признательна вам за возможность воплотить в жизнь мой проект. Благодаря вам все сложилось наилучшим образом. Я очень надеюсь, что эта скульптура сохранит память о предках, о их великом подвиге. Спасибо большое. Тема Нагайбаков – дипломная работа девушки и глиняную скульптуру. Она слепила за полтора месяца. В Санкт-Петербурге памятник отлили в гипсовые формы. А уже на Южном Урале сделали гипсовый отливок и по нему на Каслинском заводе изготовили металлический вариант скульптуры. Это мать, которая снаряжала в трудные, в опасные для Отечества годы, снаряжала своего мужа, сыновей на войну, благословляя на победу. Территорию памятника облагородили. Еще летом там уложили асфальт и установили ограждения. Реализовать идею удалось благодаря проектам «Городская среда» и «Реальные дела». У нас на этом все. Если у вас есть интересное видео, звоните по номеру «Горячей линии» или пишите в вайбере и в ватсапе. Номера на экране. Сразу после выпуска Ульяны Любимова с главными спортивными новостями дня. Встретимся на ОТВ в полночь. Продолжение следует... Что нужно сделать, чтобы сохранить купеческие усадьбы и доходные дома XIX века? Обсудим в среду в 19.45 в Большой студии на ОТВ. Смотрите в новом выпуске «Зеленой передачи». Светлана Иосифовна Мартынова назовет те сорта сладкого перца, которые порадовали ее в этом сезоне, а также те, которые не произвели должного впечатления. Выпускники курсов ландшафтного дизайна представят свои уже реализованные проекты. Челябинский селекционер «Яблонь» Михаил Мазунин угостит нашего веселого корреспондента Алену Шелепову сладкими яблоками. Вкус очень хороший. Понравится вам, я думаю, что... Так давайте сразу пробовать, какое можно яблочко сорвать. Любое. Любое. Прямо любое-любое? Любое-любое. Давай вот красивое самое. Самое красивое. Здравствуйте, это новости спорта. С вами Ульяна Любимова, и мы готовы поделиться главными событиями уходящего дня. Юниорская сборная России по водному полу завоевала серебро первенства Европы. А генеральный директор Челябинского клуба «Трактор» поздравил главу Челябинской области Алексея Текслера с победы на выборах. Подробнее в нашем обзоре. Хоккейный клуб «Трактор» поздравил своего президента Алексея Текслера с победой на выборах. За главу Челябинской области проголосовали более 800 тысяч южноуральцев. Генеральный директор Челябинского хоккейного клуба Борис Витгов уверен, что молодой и энергичный губернатор сможет инициировать и реализовать качественные изменения в области. Для успешного развития региона важны два глобальных фактора. Первое – это привлечение инвестиций в федеральных средств, с прямым средствием чего будет рост благосостояния населения. И второе – грамотная кадровая политика. Необходимо, чтобы в руководстве области были люди, думающие не о личном обогащении, а о развитии региона, удаче, терпение, стойкости. Челябинский трактор тем временем находится на выезде и сегодня провел матч против адмирала из Владивостока. Первый период остался без голов. В начале второго хозяева площадки открыли счет. Отличился Денис Вихарев. В середине второй 20-ти минутки Мартин Багаш точным броском увеличил отрыв дальневосточников. Но Челябинский Лукаш Седлок через две минуты сократил отставание до минимума. Третий период прошел без голов. Итог встречи 2-1. Завтра у черно-белых вторая игра с адмиралом. А магнитогорский «Металлург» после возвращения Ильи Воробьева на пост главного тренера уступил в первой игре екатеринбургскому автомобилисту. Основное время матча завершилось со счетом 2-2. Но в итоге все решилось в серии буллитов, где более точными оказались хозяева – автомобилиста. Довольно-таки много вещей, которых надо нам подправить и изменить. Семножко так у нас физика, судя по всему, не самые подвижные, скажем так. Ну, там есть над чем. Но, в принципе, это хорошо, когда есть над чем работать, значит, есть какой-то потенциал. Воробьев сменил на посту главного тренера Йозефа Яндыча, которого уволили после трех матчей нового сезона. «Металлург» после игры в Екатеринбурге продолжит выездную серию. Следующие игры пройдут в Нижнекамске, Казани и Минске. А вот нам полом. Юниорская сборная России завоевала в Греции серебро женского первенства Европы. Подопечные Михаила Накалякова стали вторыми на континенте. Сборная России, в составе которой сразу 11 «Уралочек» из Латауста, сумела обыграть в полуфинале очень сильную дружину из Италии – 14-12. Лучшими галеодорами у россиянок стали Полина Забалуева, Аниса Шарафуддинова и Наталья Воронцова. Матч за золото Европы с Испанией получился достойным финала по своей драматургии. Наша сборная по ходу встречи уступала пять мячей, но сумела собраться и практически вытащила игру. Не хватило всего одного гола. Итоговый счет 11-12. У России серебряные медали первенства континента. А я напомню, что женская юниорская сборная России уже четыре раза становилась победителями первенства Европы. И три раза первенства мира. Четыре дня в Челябинске и снова на соревновании у бадминтониста Владимира Иванова сейчас активная пора подготовки к Олимпиаде в Токио. Спортсмен часто находится на сборах и турнирах, зарабатывает необходимые рейтинговые очки. Но сегодня нашей съемочной группе удалось встретиться с известным бадминтонистом. Бадминтонист Владимир Иванов только что вернулся с Тайпея. Там он в паре с Иваном Сазоновым остановился на стадии 1-16 финала этапа мирового тура. А до этого взял бронзу вторых европейских олимпийских игр в Минске. Спортсмен рассказывает, сейчас они очень много времени уделяют тактическим наработкам. Естественно, цель идет уже олимпийская медаль, медали чемпионатов мира. Потому что это очень важно для нас и нас уже не устраивают те проигрыши в четвертьфиналах. Поэтому мы пытаемся подобрать ключи ко всем соперникам, разобрать их в тактическом плане. По словам Владимира Иванова, он все свое свободное время посвящает популяризации спорта в регионе. Проводит мастер-классы в детских садах и школах. Следующее соревнование бадминтонист проведет в Корее и Китае. Там будут этапы мировой серии. После чего спортсмен примет участие в турнирах в Голландии, Дании и Франции. До мая 2020 года 20 стартов. Из всех турниров в зачет пойдут 10 лучших результатов. Для попадания на Олимпиаду Иванову и Сазонову необходимо попасть в число 13 лучших сборных планеты. Сейчас они на 11 месте. На сегодня это все. Завтра хочется призвать болельщиков футбола прийти на стадион «Локомотив» на домашнюю игру клуба «Челябинск» с Акроном и Стольятти. В рамках первенства профессиональной футбольной лиги. Начало в 5 часов вечера. Далее происшествие Елизавета Болдырева расскажет, опасны ли двое пациентов, сбежавшие из Челябинской психоневрологической больницы. Не переключайтесь. Решился и подал заявку на ипотеку. Моя семья достойна лучшего. Да-да-да! Как же здорово иметь собственное жилье! Ипотека легче, чем кажется! С 26 августа по 30 ноября 2019 года в Челенбанке акция «Ипотека по сниженным ставкам и без страховок». Реклама по Челенбанке. Я сбежала от мужа. Хочу с ним развестись, а он не хочет. Угрожает мне, шантажирует дочкой. А вы кто? Я мог бы взять вас на работу в свой салон. В ваших глазах неталочности. Это очень важно. Мы хотим взять крупного черного дилера. У вас работает его подельник. Это и так. Светлана. Полет бабочки. Смотрите сегодня. В 22.30 на ОТВ. Это происшествие на ОТВ. В студии Елизавета Болдырева. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Из психоневрологической больницы сбежали двое мужчин. Блин, вызвали такую фигню. Из муки слона раздули, пацаны завязывали. Автоинспекторы задержали пьяного иностранца за рулем лесовоза. Осужденные заверяли версию о том, что один из них убил одного человека, другой убил другого человека. Затем они каждый стали говорить про своего соучастника, о том, что соучастник убил двух человек. Два мужчины убили двоих товарищей. Там темно, никто не видно. Бах-бах. Мерсает, блин. И все. Вот ищешь путь. Выход. В составе звена. Пожарные проходят обучение на специальном полигоне. Двое мужчин сбежали из психоневрологической больницы. Оба были на принудительном лечении. И оба ранее судимы. В нашем распоряжении есть только вот эти фотографии. Их нам предоставили в поисковом отряде «Легион Спас». Известно, что одному беглецу 18 лет, второму 29. В полиции сообщили, что судимы мужчины за имущественные преступления. К ним относятся кража и грабеж. По предварительным данным, мужчины не считаются особо опасными. Теперь переходим к обзору дорожных ЧП. Челябинская маршрутка попала в аварию на проспекте Ленина. Есть пострадавший. А на трассе М-5 задержали пьяного нерегала за рулем «Газели». Константин Гришенков продолжит. Эта маршрутка попала в ДТП на проспекте Ленина. По словам автоинспекторов, водитель резко затормозил из-за того, что в полосу перед ним въехал автомобиль «Ниссан». От этого в салоне маршрутки упал пассажир. По одной из версий, мужчина порезался своими же очками. Известно, что обошлось без госпитализации. Сотрудники ГИБДД напоминают, вставать в автобусе можно только тогда, когда он уже остановился. А сидя на месте, лучше пристегнуться ремнем безопасности. Троицкий район. По дороге на обочине разбросаны вещи. Только что здесь 21-летний водитель «Пежо» сбил пешехода, 41-летнего мужчину. Тот был на проезжей части. От удара мужчина скончался на месте. Уже известно, что и водитель, и погибшие жители Троицкого района. Все обстоятельства случившегося будут устанавливать автоинспекторы. Возможно, водитель просто не заметил пешехода в темноте. А в Троицке в аварию попал бесправник на мопеде. Молодой человек налетел на бордюр и от удара двухколесный транспорт опрокинулся. Водитель получил травмы, его забрали медики. Водитель этой «Газели» за руль вблизи.